Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Надеюсь, что праздник прошел хорошо, вы все снова в сборе, соответственно, собрались с силами, чтобы вернуться к нашим старым добрым спекуляциям, предполагающим возможность увидеть еще большее ослабление рисковых инструментов. Сегодня, соответственно, снова возвращаемся на финансовые площадки, детально анализируем прошлую торговую сессию и смотрим, с чем мы идем дальше и на что, собственно, нужно ориентироваться. Начнем, как и всегда, сегодня с динамики Brent. Предлагаю вам взглянуть на графики, если у вас есть такая возможность, если нет, не беда. Значит, воспринимаем на слух. Клоус вчерашнего дня 33.02. Сейчас мы видим то, что Brent и WTI продолжают снижаться с азиатской торговой сессии и актуальной котировки Brent 32.83. Возвращаемся к тому, что мы предполагали увидеть по нефти в рамках вчерашней торговой сессии. Напомню, что буквально позавчера мы наблюдали очередное бычье ралли, которое стало причиной 6-процентного прироста Brent. Однако вчера сделали ставку на то, что это ралли, собственно, как и прежние восходящие выпады, абсолютно не обосновано, поэтому с большей вероятностью стоит настраиваться на возможности снижения актива. И вчера, в принципе, все произошло так, как мы и предполагали, потому что Brent, лишившись какой-либо фундаментальной поддержки, оставшись без составляющего фундаментального фона, который мог бы подстегнуть интерес к этому активу, вынужденно, конечно же, скатывался вниз и потерял все те 6%, которые набрал накануне. Мы видим то, что актив по-прежнему торгуется в канале. Действительно, это 30-35, он неизменен. И я по-прежнему продолжаю настаивать на то, чтобы этот актив все-таки улучшил лично наше настроение, потому что, исходя из долгосрочного анализа фундамента, который мы проводим, видим то, что Brent имеет куда больше оснований для пробития именно поддержки 30, а не сопротивления 35. И хорошо, что этот актив пока туда и смещается. Для того, чтобы точно понять актуальное позиционирование, нужно обратить внимание на новостной фон, который сейчас сопровождает этот товарный актив. И здесь я снова хочу приложить вам ближневосточный картель ОПЕК и заявление одного из заведущих производителей нефти Саудовской Аравии. Так вот, Саудовская Аравия вчера сообщила о том, что они поддерживают, приветствуют идею дополнительных объемов производства. И, в частности, Саудовская Аравия непременно воспользуется, возможно, в перспективе роста мировой экономики, чтобы расширить и увеличить объемы поставок углеводородов на международные рынки. То есть, Саудовская Аравия, собственно, так же, как и Иран, до сих пор не могут определиться, поддерживают ли они все-таки пакт достигнутого соглашения в целом ОПЕК и России о заморозке мемопроизводства. Или все-таки нет? Или же те амбициозные планы, которые они ставили, или которые для многих еще по-прежнему не очевидны, вы знаете, это все-таки увеличение собственной доли на рынке, вытеснение сланцевых производителей в США и просто увеличение производства, чтобы вернуть былую славу, опять же, ключевого региона по добыче энергоресурсов. И сейчас мы видим то, что все эти цели, они фактически уже в какой-то мере реализованы и достигнуты. Потому что, если вернуться к достигнутому соглашению о заморозке производства энергоресурсов, сейчас даже бытует мнение о том, что за этим последует дальнейшая позиция России по полномерному снижению объемов производства. Вы знаете то, что в России сейчас планка по выработке нет и находится на максимальных уровнях со времен Советского Союза. И если Россия допустит такую оплошность, или это мягко сказано, такую критическую ошибку, как снизить объемы производства, я думаю, вот здесь мы все увидим истинные планы и цели, которых руководствовался в целом ближневосточный картель и ОПЕК. Они запросто займут нашу долю, потому что даже у того же самого Ирана имеются свободные производственные мощности примерно на 4 миллиона баррелей в сутки. Хотя после снятия экономических санкций, конечно же, часть из них уже задействована, но все равно около 3 миллионов они легко могут в случае чего добавить и к объему экспортных поставок, и, соответственно, оказать еще большее давление на позиции нефти. Значит, продолжаем, конечно же, спекулировать на факте достигнутого соглашения. Понимаем то, что абсолютно безрезультативная встреча. Может быть, на бумагах заморозка выглядит как какой-то консенсус, компромисс, но мы-то с вами долгосрочные трейдеры, которые все-таки копают глубже и видят истинные, опять же, ориентиры, которые сейчас придерживаются Brent и WTI. Понимаем то, что на рынке нету того самого фактора, который позволил бы решить проблему с катастрофическим переизбытком. И если параллельно с этим осознанием мы получаем еще и такие сообщения со стороны Саудовской Аравии и Иран о том, что они только будут увеличивать производство нефти, значит, Brent просто вынужденно должен оказаться в ближайшее время, точнее, остаться одним из основных главных рыночных аутсайдеров. Продолжаем ставить на ослабление этого актива и идем в район 30 долларов за баррель. Тем более, что сегодня утром я также рекомендовал обратить внимание на статистику по объему производства нефти по версии АПИ, запасам точнее. Собственно, запасы снова выросли на 7,1 миллион баррелей за прошлую неделю. Сегодня в 18.30 по московскому времени у нас уже официальная статистика, корреляция между этими показателями очень высокая, как между отчетами EDP и Non-Farm Perils. Поэтому, если уже частный, скажем, американский институт нефти АПИ увидел основания и причины для того, чтобы пересмотреть свою оценку текущих запасов, и мы видим, констатируем вместе с ними приросты, значит, и, скорее всего, официальная статистика также будет указывать на увеличение емкости углеводородов в рамках американской экономики. Если рынок так активно, негативно реагирует на оценку АПИ, вы должны понимать то, что если и сегодня цифры будут примерно такие же, значит, у Brent появится еще один триггер для разгрузки, и мы пойдем уже непосредственно в район 30 долларов за баррель. Что касается российской валюты, 76.44, сейчас мы видим налоговый период идет, экспортеры исполняют свои налоговые обязательства, поступления, в частности, по НДПИ колоссальные, по акцизам тоже, но бороться с таким фактором, как снижающаяся нефть, очень проблематично, практически невозможно. Если бы в этот период нефть также подрастала, тогда у рубля были бы, конечно же, основания, чтобы продавить поддержку 75 против доллара и попытаться оказаться даже ниже. Но мы видим то, что Brent снижается, не создает таких позитивных оснований для российской валюты, поэтому рубль вынужденно девальвируется. Да, наши цели еще далеко, 80, но пока туда и метим. Далее, европейская валюта против доллара. Вчерашняя торговая сессия, очередное закрытие в красной зоне, очередное снижение, хотя признаюсь, что предполагал возможность увидеть даже локальное восстановление. С чем это было связано? Во-первых, даже во-вторых и в-третьих, это техника, потому что по мере приближения к очень мощной поддержке в районе 1-10, была высокая вероятность того, что как только рынок начнет претендовать на тестинг этого значения, то мы увидим, опять же, скажем, во всей красе влияние этих технических факторов, срабатывание ордеров, попытка еще прокатиться на восходящем отскоке, этом импульсе, который мог бы возникнуть по факту значительного тестирования поддержки. Но пока этого не наблюдаем. 1-10, в принципе, этот уровень уже совсем рядом. Актуальные котировки на текущий момент 1-10-15. Мы видели то, что пара забиралась еще ниже, но пока все-таки не набирается еще храбрости, чтобы, точнее, даже евро не получило, может быть, дополнительных сигналов, которые создали бы основания для еще большей просадки. С другой стороны, на рынке было достаточно и негатива. Во-первых, мы ориентировались еще на макроэкономический фон, данные по ВВП Германии. Квартальный показатель, прошу прощения, 0,3%, полностью совпал с прошлой оценкой. Казалось бы, если нет прироста, то нет позитива. Но в последнее время, вы знаете, то, что по еврозоне было очень много плохих макроэкономических данных, поэтому, если мы не видим очередного ухудшения фона, в принципе, показатель держится на старых уровнях, наверное, для еврозоны это сейчас позитив. Поэтому трейдеры, может быть, высмотрели в квартальном отчете по ВВП Германии фактор поддержки для национальной валюты, которые могут быть использованы еще в рамках сегодняшней торговой сессии. Но, с другой стороны, все-таки были еще и индикаторы бизнес-ожиданий, в частности, оценки экономических условий по версии ИФА. Если ИФА оценка экономических условий оказалась вроде бы как на неплохом уровне, но более серьезный отчет это бизнес-ожиданий также от ИФА, здесь уже хуже некуда. Минимальные значения за последний год, по сути, индекс провалился до 105,7 со 107,3. И мы вынуждены констатировать вот эту преемственность связи слабого макроэкономического фона, потому что ИФА тут же подтвердил негатив еще и статистики от ЗИУ, и еще больше усилил наши ожидания того, что еврозона продолжает переживать худшие времена, что готовит нас к возможным активным спекуляциям на тему дополнительных мер экономической поддержки со стороны ЕЦБ. Напомню также, что в рамках Германии это далеко не первый слабый макроэкономический отчет, и вот за последние две недели мы также получили много сигналов, которые указывают на резкие для стабильных темпов экономического восстановления. И плюс ко всему, исходя из общего глобального экономического спада, из-за снижения цен на энергоносители, крайне низкой потребительской активности, Бундесбанк был вынужден пересмотреть, соответственно, прогнозы по достижению сливого показателя по инфляции на 2016 год с 1% до 0,25%. На 2017 год также прогноз поехал. Я думаю, что по еврозоне мы в ближайшее время тоже увидим пересмотр прогнозов, потому что пока снижение цен на энергоносители, разумеется, будет подрывать вот этот буст возможного ускорения для показателя инфляции. Хочу также отметить, что если в рамках вчерашней торговой сессии мы видели серьезное ослабление нефти, слабость нефти продолжается и сейчас, и вспоминаем то, что сейчас между позициями черного золота и фондовым рынком существует высокая корреляционная, скажем, связь. Получается то, что если цены на нефть снижаются, значит, ухудшаются рыночные настроения, потому что начинают сыпаться, скажем, акции компаний, которые завязаны на энергетическом секторе. Большинство из них составляют костя ключевых индексов. Это тут же приводит к коррекции всей фондовой секции по регионам и провоцирует уход трейдеров в защиту. В франк, в японскую валюту, в золото и американские облигации. Пока этот сценарий снова работает, к сожалению, я думаю, что именно из-за этого нам пока не стоит четко настраиваться на то, что евро будет слабеть, потому что если и сегодня мы будем наблюдать ухудшение рыночных настроений, а сейчас пока это актуально, потому что мы видим также укрепление франка, мы видим укрепление иены, мы видим, как золото снова начинает карабкаться к своим многомесячным максимумам. Значит, на передовой снова может оказаться старый добрый статус главного валютного риска, как валюты фондирования и финансирования. А поэтому и евро пока что сохраняет потенциал для восходящего движения. Поэтому, с вашего позволения, если вы оказались в рынке с уровня 1.10, текущей актуальной актировки 1.10.15, я все-таки предлагаю, наверное, выйти из сделки с минимальными потерями, потому что если рыночные настроения и дальше будут развиваться по негативному сценарию, евро снова получит поддержку. И к спекуляциям, которые будут направлены на большее ослабление позиций евро, давайте вернемся по мере, опять же, публикации данных по инфляции. Завтра это статистика. Ну, в общем, завтра мы еще раз актуализируем ожидания, которых нужно придерживаться по евро-доллару. Ну, а пока, даже сегодня, учитывая снижение цен на нефть, я допускаю возможности сохранения потенциала для реализации восходящего ралли по паре евро-доллар. Далее идем. Фунт против американского доллара. Здесь начинаем с позитива, потому что хочу поздравить всех тех, кто присоединился к идее направления на ослабление британца. Мы добрались до нашего долгосрочного ориентира уровня 1.40. Долго мы к нему стремились, но профит, он, скажем, стоил этих ожиданий. В частности, минимальное значение 1.39.62. Я надеюсь, что вы уже покинули расположение британца, потому что дальше, наверное, можно будет рассматривать возможности для роста. Причина ослабления. Это резонирующий эффект достигнутого соглашения между Банком Англии и Европейским Союзом о проведении референдума, который состоится 23 июня, соответственно, точнее, не Банком Англии, а Англией просто, 23 июня референдум, который будет посвящен членству Англии в составе Европейского Союза. До этих пор Англия уже не является частью, пока не является частью европейского супергосударства, сохраняет полную автономию на проведение любой монетарной политики, которая будет направлена на поддержание национального бизнеса. Я вчера также делал акцент на то, что новые экономические условия вне Интеграционного Союза могут создать массу исков для британских производителей. Возможно, это уже чувствуется, учитывая ослабление фунта. Вы знаете то, что позицию против того, что... Точнее, в пользу того, что Англии нужно покинуть ЕС, поддерживает и мэр Лондона Бори Джонсон, который, в принципе, приветствовал и, точнее, сообщил о том, что будет поддерживать эту компанию. Сейчас мы видим то, что на фунт по-прежнему оказывается серьезное политическое такое давление, еще и дополнительные риски, связанные с экономикой. И еще одним фактором серьезной разгрузки фунта в рамках вчерашней торговой сессии стали итоги конференции председателя Банка Англии Карни, где он сослался снова на глобальные экономические риски, отметил крайне низкие показатели по инфляции и констатировал, что если индикатор потребительских цен будет и дальше снижаться, то есть те риски низкой инфляции возрастать, то тогда Банк Англии рассмотрит возможности либо снижения процентной ставки, либо расширения программы количественного смягчения. То есть мы с вами говорили о возможности подобного сценария еще больше месяца назад. И вот сейчас мы по факту услышали это от председателя Банка Англии Карни. Я считаю то, что эти слова уже полностью соотносятся с действительностью. Значит, если дальше по инфляции у нас снова будут признаки замедления этого показателя, действительно Банк Англии уже даже не рассматривает возможность повышения процентной ставки. Лучше, может быть, задействовать и доп. меры экономической поддержки, как сейчас это делает Европейский центральный банк. Поскольку наша долгосрочная цель достигнута, я советую сегодня остаться вне рынка, даже несмотря на то, что... Еще раз прошу прощения. Даже несмотря на то, что могут возникнуть такие четкие представления о том, что фунт рискует просесть еще сильнее. Я считаю то, что такая коррекция за последние два дня была, может быть, даже слишком чрезмерной. И как только рынок осознает это, мы увидим все-таки восходящий откат. Давайте подождем до завтрашней торговой сессии. Если фунт предпримет попытку, чтобы вернуться в район сопротивления 1.40, вот тогда уже поищем возможности. Даже для покупок, невзирая на актуальный новостной фонд, чтобы прокатиться повыше и взять немного профита из действия. Доллар японская иена 111.78. Видим то, что японская валюта укрепляется по причине ухудшения рыночных настроений. А вот доллар вынужденно сдает позиции. Поскольку по мере приближения пары USD иена к уровню 111 у нас снова появляются, точнее не у нас, на рынке снова появляются слухи о том, что Банк Японии может отличиться валютными интервенциями. Мы понимаем то, что вот эта коррекция, она в любой момент может быть сломлена и остановлена. Сегодня даже утром представитель Банка Японии Курада сообщил о том, что японский регулятор всерьез по-прежнему рассматривает возможность еще одного снижения процентной ставки, о чем может стать известно уже по итогам мартовского заседания. И по мере снижения сейчас пары USD иена, если рыночное настроение продолжит ухудшаться, я думаю, что дело реально дойдет до таких внезапных валютных интервенций. Но я хочу, чтобы к этим интервенциям были готовы вы. Если это случится, USD иена снова у нас развернется наверх, пойдет к уровню 115, там, где давно уже находится наш отложенный ордер. Поддержку для роста пары USD иена может оказать еще и сильная статистика американского происхождения. В частности, завтра заказан товар длительного пользования, в пятницу отчет по ВВП. Если посмотрите на ожидания, большинство экономистов сходится во мнении, что статистика должна быть лучше прошлых оценок. И если действительно все пойдет по такому сценарию, у американца появится фактор локальной фундаментальной поддержки. А у нас, как трейдеров, которые анализируют фундаментальный фон и копят этот позитив, и пытаются найти в нем возможность для того, чтобы ФРС снова вернулся к, опять же, циклу повышения процентной ставки, осознав то, что американская экономика к этому готова. Поэтому, если отчеты будут хорошие, думаю, что уже следующее заседание ФРС будет менее мягким, как и прошлое. А жесткие намеки, они как раз и будут предполагать возможности дальнейшего повышения процентной ставки. Ну, вряд ли это произойдет, конечно же, в марте. Но настроиться уже через одно еще заседание ФРС на то, что это может случиться, я думаю, что у нас есть пока все основания. В общем, ждем рост американца и, прежде всего, ждем поддержку для длинной идеи пары USDN со стороны Банка Японии через какие-нибудь изменения монетарной политики. Также хотел пару слов сказать еще про австралийца против доллара. Сейчас австралийц снижается, в частности, актуальные котировки на текущий момент 0,7187. Мы снова ждем возвращения пары в район 0,70 и оттуда будем активно продавать. Почему сейчас последние две торговые сессии австралийцы активно снижаются? Я думаю, что это все-таки связано с осознанием того, что прежний триггер для роста австралийцы – это рост рынка товарно-железной продукции. Соответственно, с начала этого года действительно стоимость на железную руду выросла на 18%, и это позволило Австралии, которая зависит, опять же, от экспорта этого сырья, ниверирует все риски, связанные с слабыми макроэкономическими данными. Но все-таки у нас впереди еще целый блок слабых макроэкономических данных, слабых, я абсолютно в этом ничуть не сомневаюсь, что основу поставит под сомнение спрос на, опять же, товарное сырье. И вот тут железная руда снова уйдет у нас в красную зону, где, на мой взгляд, и сейчас должна находиться, учитывая общий глобальный экономический спад. Как только участники рынка это осознают, австралийцы начнут очень быстро терять против американского конкурента. Новозеландская валюта также должна не отставать. Сейчас актуальные актировки 0,6625. Ждем о снижении в районе 0,65, потому что по Новозеландии здесь все складывается плохо. Главный экспортный товар – это, конечно же, молочная продукция. И, вы знаете, последние пять аукционов – это постоянный пересмотр цен в нисходящую сторону. Я думаю, что этот цикл негатива сохранится. Тем более, что по Резервному банку Новой Зеландии мы готовимся к еще одному снижению процентной ставки. USDCAD на фоне снижения цен на энергоносители снова начинает расти. Актуальные актировки 1,3798 мы метим в район 1,40. Тем более, что уверены в том, что снижение цен на черное золото только продолжится. USDCAD – 0,9930. Отскочили мы немного от политета, но понимаем то, что в случае улучшения рыночных настроений, а также в случае роста американца, политетное значение может оказаться для этой валютной пары позади. Золото. Ждем возвращения актива ниже 1,200 долларов за тройскую унцию. И только после этого будем рассматривать возможность для трейдинга. Собственно, на этом все. Из важных отчетов сегодня обратить внимание практически не на что. В 18.30 только выйдут данные по запасам нефти в США по версии уже Минэнерго. Как я уже отметил в начале брифинга, ждем основы прироста и давления для бренда. Более важных макроэкономических данных сегодня нет. К статистике уже вернемся завтра. Поэтому большое спасибо за внимание. Вы знаете, что если есть вопросы, их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube, либо использовать для этого форум Markets. Хорошей вам торговой сессии. Всего доброго. До свидания.